А вот если вы решили, что вам очень нужно здесь именно жить, именно строить какую-то личную жизнь, не дай бог, выходить замуж за местного какого-нибудь готца или марку, то здесь раз надо подумать, потому что в данном случае это не будет иллюзия, это будет совершенно другая жизнь и ничего общего с том, что вы увидели в отеле, где вас так любят, где вас так ценят, где вас будут каждый ваш шаг предупреждать, потому что люди, которые здесь живут, за каждое свое действие ждут какой-то профит. какую-то выгоду от этого получить хотят. Поэтому они, например, хотят не просто жену, они хотят, чтобы эта жена работала с десятерых человек, чтобы она им облегчила жизнь, а не просто сидела красивая, а не жена подарок. Поэтому, и что касается бизнеса, они хотят не за одной шкурой всегда шить десять шапок. Конечно, очень часто проигрывают, но тем не менее. Поэтому тем, кто принадлежит второй категории людей, которые думают здесь работу найти, какую-то новую счастливую жизнь построить, нужно подумать десять раз, потому что это уже будет не сказка, это уже не милые люди, которые вам готовы душу открыть и все остальное. Это будут люди, которые будут пытаться вас обмануть, это будут люди, которые не будут вам говорить, чего хотят от вас на самом деле, это будут люди, которые будут от любого, еще раз говорю, своего действия, искать какой-то профит, какую-то выгоду. И даже если они будут об этом говорить, а они не будут об этом говорить, для них это подразумевается. Любая услуга – это плачево должно быть. Они по-другому не живут. Это не в России, где я тебе друг, я тебе помогу, здесь друзья друг другу платят. Поэтому в данном случае тем, кто именно не турист и не морепоседители в бане, этим людям нужно очень подумать. и принять, что Сербия и Балканы – это не земля полная счастливых идиотов, которые просто при одном упоминании слова «русские» выпрыгивают из рубашек, штанов, и готовы поселить весь Советский Союз в своем доме. Ничего подобного, это совершенно другие люди, так скажем, у них любовь очень хорошо проявляется в сфере услуг, но они хорошие конобары, официанты, хорошие водители разговорчивые, но вы должны понимать, что это любовность. О, это самолюбозность. Чист рачун, дуголюбов, любовь и то-е-то. Э-то. Поэтому голову надо включать. А туристам? Туристам не надо знать правду. Туристам надо отдыхать. Туристам... И поэтому... Но! Истина, правда где-то в центре, посередине, да? Но ещё раз, два лагеря. Одни обожают Сербию, и, как правило, те, кто здесь были не дольше пяти-десяти дней, пяти-десяти, и те, кто бегут отсюда, теряя тапки, это те, которые здесь пытались построить жизнь. Лично, как правило, нерабочую, и рабочую тоже. Вот. И поэтому всё зависит от того, что вам нужно. Если вы хотите оставаться туристом, слушайте первых, они будут правы. Если вы не хотите быть пяти-десяти, если вы хотите здесь что-то сделать, то первых не слушайте. Они живут в иллюзиях той картинки, которую им дают. А слушайте вторых, потому что они, скорее всего, будут правы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.